Дорога – это не только проезжая часть и тротуар. Дорога – это сложная конструкция, состоящая из дорожного полотна, пешеходной зоны, ограждений, дорожных знаков, светофоров, разметки. Ее главная задача – обеспечить безопасное передвижение транспорта и пешеходов из точки А в точку Б. Большинство Четинских дорог назвать безопасными сегодня сложно. Речь сейчас пойдет об их состоянии. Первая остановка – улица Олимпийская. Раскопки здесь закончились в сентябре 23-го года. Разбитую полосу движения обещали отремонтировать сразу, но в итоге просто засыпали песком. Водители каждый день рискуют попасть в ДТП из-за того, что по такой полосе двигаться просто опасно. Но ремонта дороги ждем уже почти год. Второе препятствие, которое хотелось бы обозначить – это канава по улице Ковыльная, которую уже на протяжении года подсыпают песком и гравием. Все это – следствие работы ресурсников. Они, к слову, обещали отремонтировать эти участки после завершения своих работ. К прогулке по разбитым дорогам Читы присоединились и эксперты Народного фронта. Общественники на протяжении месяца собирали адреса Четинских улиц с ямами на дорогах. И сколько бы в Комитете городского хозяйства нам не заявляли о том, что ямочный ремонт делается, провалов меньше почему-то не становится. Еще одна большая беда – это канализационные люки, упавшие почти под землю. Таких на дорогах краевой столицы великое множество. Один из таких опасных люков находится по улице Комсомольская. Вот такие люки, например, как вот этот, вполне может привести к повреждению автомобиля. И если гражданин первый раз едет по этой дороге и случайно видит первоначально этот люк и начинает его объезжать, то есть совершает внезапный маневр. Он является внезапным не только для участников дорожного движения. Он в то же время фиксируется камерой, которая находится за моей спиной, что влечет за собой административную ответственность за выезд на полосу встречного движения. Негодуют от такого состояния дорог и автолюбители. Управляя машиной, им чаще всего приходится выбирать между ремонтом при залете в глубокую яму и оплатой штрафов за нарушение при объезде всех этих провалов. Я думаю, каждому автолюбителю знакомо, потому что, ну, это непосредственно дорога на работу, вообще, в принципе, перемещение по городу. Очень много проблем. И особенно в сезон дождей, вот вчера у нас дождь прошел, она, конечно же, усугубляется, потому что ям становится не видно. Те ямы, которые были засыпаны песком, соответственно, дождем уже размываются. Ну, в принципе, от дождей ямы у нас становятся больше. Ты реагируешь, возможны выезды на встречную полосу. Это и создание аварийных ситуаций, это создание угрозы жизни, здоровья, соответственно, для других автолюбителей, которые, в принципе, там, едут на своей полосе, никому не мешают. И они не предвидят то, что, возможно, такой маневр от сопутствующих проезжающих машин. Наверное, удобно собирать штрафы с нарушителей за то, что они вынужденно приступают закон, пытаясь избежать аварий. Так почему же все эти ямочные ремонты не уменьшают количество провалов на дорогах Читы? Ответ очень простой. Нет своевременного содержания городских трасс. При своевременном текущем содержании, которое в том числе подразумевает заливку и санацию трещин, ямочность будет меньше. Все трещины, они требуют санации и ежегодной. Если говорить простым языком, чем быстрее дорожники заделают образовавшуюся яму, тем дольше дорога простоит без провалов. И все наверняка заметили в руках у экспертов необычный деревянный брусок, с помощью которого они замеряют глубину и площадь ям. Так вот, по итогам замеров всего нескольких из них, можно смело заявить, провалы являются настоящим и опасным препятствием. Она выполнена по размерам, которые установлены ГОСТом Р-505-97 2017 года, согласно которого яма глубиной 5 см, шириной 15 см и общей площадью 0,06 квадратного метра является препятствием, которое необходимо огораживать специальным оборудованием со световыми маячками. То есть по таким ямам ездить нельзя. Это ГОСТ. Ездить нельзя, но приходится. Мы показали далеко не все ямы и провалы на дорогах Читы. Эксперты Народного фронта продолжают собирать адреса с разбитыми участками. Имеющийся список с опасными для движения транспорта местами продолжает пополняться. Провал действительно гораздо больше, чем мы сегодня посмотрели. Действительно много сейчас делается дорог, нацпроект. Мы видим и сейчас видели, что по городу большое количество участков ремонтируется, и это хорошо. Но одновременно нам бы хотелось обратить внимание, что действительно ямы, трещины, расколы, размывы нужно устранять оперативнее, быстрее, в большем объеме. После сбора всех адресов эксперты Народного фронта передадут список в администрацию Читы с требованием отремонтировать дорожные участки. Простому человеку нет разницы, на ком лежит ответственность по устранению ям и провалов – на дорожниках или ресурсниках. Все мы платим налоги и хотим ездить по ровным и безопасным дорогам. Виктор Соловьев, Ирина Тимофеева, Павел Карпов, Иван Корнев, ЗАПТВ